Здравствуйте, друзья! Это Рик и Денис Реннер. Сегодня я хочу ободрить вас. Во 2-м послании Тимофея 3-й главе 1-м стихе говорится, что в последние дни наступят времена тяжкие. Добро пожаловать в последние времена. Прямо сейчас мы живем в этот небезопасный период. Открыв Евангелие от Иоанна 16-ю главу 33-й стих, мы видим, что здесь Иисус говорит, «Во Мне вы можете иметь мир, и совершенно не важно, что происходит вокруг вас, возможно, сейчас вы сталкиваетесь с вопросами, на которые сложно найти ответ, и вы размышляете, что делать? Не совершайте никаких действий, пока не наполнитесь миром». Когда мы движем и паникой, страхом, мы принимаем неверные решения. Но Иисус сказал, «Во Мне вы можете иметь мир». И так как мы живем в последние дни, эти времена могут стать для нас тяжкими, и очень важно, чтобы мы укоренялись в Господе и пребывали в мире. И сегодня я хочу ободрить вас. Если вам что-то угрожает, вы наполнены страхом, возможно, начали паниковать, пусть вашим якорем будет Божий мир в Господе, потому что этот мир всегда помогает остаться непоколебимым. когда вы можете здраво мыслить, молиться о правильных вещах и принимать здравые решения. Денис? И вот почему мы можем иметь мир, потому что Святой Дух живет в нас. В Евангелии от Иоанна, 14 главе, в стихах 15 и 16, Иисус говорит, что Святой Дух прибудет с вами. Но Святой Дух также прибудет и внутри вас. В первом послании Коринфянам 6,19 говорится, что наши тела являются храмом Святого Духа, поэтому Его утешающее, несущее помощь, мудрое присутствие живет непосредственно внутри вас, чтобы помогать вам проходить все, что необходимо пройти в этот период времени. И я хочу ободрить вас. Это великое Божье присутствие всегда внутри вас. И Он никогда, повторю это еще раз, никогда не оставит вас. Субтитры создавал DimaTorzok